То, что это государственный праздник, это одно, но для меня это больше день воспоминаний и день действительно тех, кто уже никогда не будет рядом с нами общаться вживую. И это день вспоминаний и анализа, а что мы еще не сделали, чтобы поскорее в нашей стране была победа, потому что мира без победы никак не будет. И что сделать для того, чтобы поскорее вернуть оккупированные территории Донбасса и вернуть наш Крым. Ну и я всегда начинаю практически с этого вопроса, с этой темы, с любыми гостями, с вами тем более, как я знаю, вы в Крыму служили, правда, в далекое довоенное время, это 90-е годы, так? Да. Под Феодосией. Что для вас Крым, что для вас крымские татары, когда вы в последний раз там были? Ну вообще, что для вас Крым и наш народ? Ну Крым это для меня достаточно большой по ощущениям и по переживаниям отрезок моей жизни, хотя 5 лет не так и много, да, если ты прожил уже 50, но тем не менее, воспоминания о Крыме, наверное, один из самых ярчайших, потому что жизнь в те времена в Крыму достаточно была, с одной стороны, трудна, потому что, вы помните, и постоянное включение света, и отсутствие газа, и все. Ну, а та атмосфера людских отношений, которая была в Крыму, для меня очень ценна. И, наверное, там были наиболее чистые и открытые отношения между людьми. Ну и я очень скучаю по Крыму, особенно по крымским горам, уже ничего нет красивее, чем крымские горы, особенно осенью, когда красно-зелено-желтые горы, потрясающий воздух, запах винограда от виноградников, да, запах яблок в яблоневых садах. И это просто такая ностальгия, ностальгия о прекрасном далеком прошлом. Многие военные, которые служили в Крыму, а многие служили, на самом деле, вот к мне приходят люди, я даже не спрашиваю, люди сами говорят, я бы там служил в Крыму, особенно, которые были в момент начала оккупации, они мне рассказывали, искренне рассказывали, я им за это признателен, что они впервые, они еще удивились, когда русские начали окружать части, они увидели, как крымские татары пришли с едой, с деньгами на телефоны, с волонтерской помощью, совсем, они так удивились, крымские татары пришли, а мы же думали, что вот русские нам братья, а крымские татары, ну, непонятно, чужие, объясняли же так, да. Вот вы сталкивались с таким отношением, что крымские татары это чужие, против которых вместе должны, ну, в том Крыму еще. Знаете, мне посчастливилось, что первую квартиру, которую я снимал, но это не квартира, а комната, я снимал у крымских татар. А то есть сразу познакомились. Да, то есть все нюансы у меня были убраны, все вот забабоны, да, украинской мовы, были убраны в течение первой недели жизни. Поэтому мы жили как одна семья, общались, и все то, что давала пропаганда и давали вот эти вот источники информации по перекручиванию реальности, на меня не работали, потому что мне было сравнить реально из своей жизни, то есть обмануть меня было тяжело. Когда ты живешь в среде, общаешься с людьми, с крымскими татарами, и кушаешь с задним столом, спишь в одном доме, это многого стоит, для того, чтобы понять. Плюс один из моих друзей, с которым я служил вместе, он тоже крымский татарин. Плюс один из моих друзей, с которым я служил вместе, он тоже крымский татарин. Плюс один из моих друзей, с которым я служил вместе, он тоже крымский татарин.